Вопросы времени и обстоятельств проникновения в Башкирию ислама, превращение его в доминирующую конфессию и форм его исповедания всегда интересовали мусульман. Тому подтверждение легенды и тексты, приводящие ту или иную версию исламизации края. Лишь много позднее источниковеческая критика данной истории и археологии сформировали научный взгляд на данный вопрос. Искандер Расулевич Саидбаталов, кандидат филологических наук, исламовед, автор, перевода и комментатор булгарских хроник суфийского шейха Мухаммада Али Чукури. Первые археологические свидетельства присутствия ислама на Южном Урале можно наблюдать уже на рубеже 8-9 веков. Соответственно, нижняя дата у нас это 8 век, верхняя дата это так называемая религиозная реформа хана Узбека, первая треть 14 века. В этот период башкиры и предки башкир, и население Южного Урала постепенно, действительно, массово пришли к исповеданию ислама. В истории о графии долгое время давлело мнение о том, что в исламизации башкир решающую роль сыграло влияние соседней Волжской Болгарии. Ныне данная теория признана несостоятельной. Рассказывая об отношениях между соседями, арабский автор 12 века Аль-Идриси писал, что война между ними идет с незапамятных времен. Как справедливо замечает американский исследователь Ален Франк, самое важное в многочисленных и зачастую очень архаичных легендах об исламизации, записанных башкирами, это то, что город Булгар в них совсем не фигурирует, а исламизация приписывается миссионерам из Бухары, Багдада и Анатолии. Распространение ислама среди предков башкир и среди, собственно, башкир-исторических источников носило добровольный характер. Оно было обусловлено многолетними устойчивыми взаимосвязями с иранским миром и со Средней Азией. Взаимосвязь с Большим Ираном обеспечивалась, с одной стороны, Каспийским речным путем, из реки Яек, сейчас Урал через Каспийское море, в порты Северного Ирана, Горгана, Бескун и некоторые другие. Второй канал взаимосвязей со Средней Азией, тогда это был Иранский мир, это сухопутная караванная тропа из Хорезма, то есть из Южного Приоралия, из региона Устьев, рек Амударья и Сырдарья, и из Ферганской долины, из Шашского оазиса, нынешнего Ташкента. Существование этой караванной тропы, этой караванной торговли подтверждается как письменными источниками, так и этнографическими материалами и материалами археологических раскопок. Распространение и усвоение населением той или иной религии, как правило, занимает несколько веков. Как полагал известный уфимский историк-археолог Николай Горустович, исламизация Башкир завершилась к XII-XIII веку, о чем, по его мнению, говорит преобладание безинвентарных могильников с головами, обращенными на юго-запад, то есть в сторону Мекки. Вообще становление в мусульманскую уже эпоху большого Ирана с его высокой культурой, с его высокоразвитым языком фарси, ново-персидским языком, неразрывно связано с процессом исламизации и с тем, что персидский язык стал языком проповеди ислама и стал языком распространения ислама. И это очень явно видно и в языке ислама до сих пор, то есть все практически арабские заимствования, вся значительная часть религиозной терминологии, она либо прошла адаптацию через персидский язык, и мы произносим эти термины именно не в арабском, а в персидском произношении, либо были уже просто заменены персидскими терминами. То есть молитва действительно называется не «саля», а «намаз». Это персидское слово «пост» называется не «саум», а «ураза» от персидского розы. И, собственно, название пятивременных молитв, за исключением утренний, они тоже произносятся по-персидски. «Уиля», «икенде», «ахшам», «ясту» – это все именно персидские слова, которые неизвестны носителям арабского языка, но неразрывно связаны с мусульманским культом, с ритмами жизни и так далее. И это же влияние мы видим и в названиях «Дни недели», которые все, собственно, кроме пятницы, опять же, имеют персидские названия. То есть глубина взаимного проникновения и глубина влияния высокой персидской культуры была очень и очень значительной. Соответственно, постепенно, самостоятельно приходили к исповеданию ислама, и какие-то административные действия, в том числе золотоордынских властей, не играли решающей роли в исламизации народа и региона. Это подтверждается, в частности, письменными свидетельствами, прежде всего, отчетом венгерского монаха-францисканца, пытавшегося проповедовать в Башкирии католицизм, который заявляет, что при дворе государя всей Баскардии были мусульманские ученые, были религиозные судьи, способные выдержать религиозный диспут с представителями другой власти, вернее, другой религии, и что, собственно, сама знать была полностью, как он пишет, заражена сарацинским заблуждением, то есть была верными своей религии мусульманами. Здесь мы видим пример и результат того, как исламизация шла не столько сверху, сколько снизу, и была действительно таким всенародным процессом, захватывавшим как слои простого населения, так и знать. При этом это было до так называемой религиозной реформы хана Узбека. На фоне процесса обмерщения ислама, сведения его к простой обрядности, на Востоке возникло движение, которое возглавили аскеты и мистики. Один из них, Мухаммад Аль-Газали, в названии своего труда «Воскрешение наук о вере», выразил кредо данного течения, направленного на возвращение к сути ислама, заслоненной юриспруденцией и спекулятивной теологией. Эти подвижники получили название суфиев. В XII-XIII веках некоторые из них появляются в Средней Азии. Именно им выпала честь нести свет религии в кочевую степь и, в частности, обратить в ислам монгольскую верхушку Золотой Орды. Ранняя история распространения суфийских орденов, тарикатов в Великой степи, достаточно слабо освещена в источниках. Однако, тарикат Ясавия – это один из старейших суфийских орденов, одно из старейших суфийских братств. Оно сформировалось еще в XII веке, и деятельность его шейха, в том числе его основателя Ахмада Ясави, она неразрывно связана с тюркским миром, с проповедью ислама среди тюркского населения, с сочинением духовного содержания стихов на тюркском языке и, в принципе, с формированием ранней тюркской мусульманской литературы. И, соответственно, по всей видимости, ключевую роль в исламизации Северной Евразии сыграли именно ясавийские шейхи. При этом известно, что Ясавия, по крайней мере, в XIII веке была не одинока, и что не меньшую роль в исламизации, прежде всего, монгольской верхушки, у Лусуджучи сыграл тарикат Кубравия. Сам эпоним этого тариката, шейх Наджмаддин Кубра, погиб, защищая город Ургенч, столицу харизма от монгольских завоевателей, однако его преемники, в частности, шейх Сайфаддин Бахарзи, уже присутствовали при дворах некоторых джучитских правителей, и именно с Сайфаддином Бахарзи связана история исламизации хана Берке, первого мусульманина, в принципе, правившего одним из улусов Великой Монгольской империи. Башкиры к тому времени уже были мусульманами, поэтому зерно суфизма легло в подготовленную почву. В начале XIV века на их территории отмечается деятельность Хусейнбека, который, по всей вероятности, совмещал в себе две позиции. Был и Кади, то есть мусульманским правоведом, а также шейхом тариката Ясавия. Авторитет его был настолько высок, что золотоордынское правительство распорядилось воздвигнуть на его могиле мавзолей. Однако вскоре первенство перешло к более молодому и энергичному братству Нагжбандия. В XIV веке в Средней Азии формируется тарикат Нагжбандия, который связан с Ясавией цепями духовной преемственности. У шейха Бахудина Нагжбанда были среди наставников некие тюркские шейхи, об этом известно, они почитаются. Однако в течение некоторого времени, в XIV-XV веках, деятельность Нагжбандии очень активно поддерживалась тимуридскими правителями. И, соответственно, в силу вражды между тимуридами и чингизидами, этот тарикат за пределами Средней Азии, по крайней мере, к северу от нее распространения не получал. Однако уже в XVI веке, когда происходит перераспределение центров власти, когда потомки Джучи через его сына Шибана, Шибаниды, во главе с Мухаммадом Шибаниханом занимают Среднюю Азию, восстанавливают там чингизидскую власть, мы видим, как чингизид Кучум ибн Муртаза, который воспитывался в Бухаре, в месте рождения тариката Нагжбандия, привозит с собой в Сибирский улуз, с которым, кстати, в очень близких отношениях был ряд башкирских родов, привозит с собой целую группу шейхов и муридов тариката Нагжбандия, для того, чтобы проповедовать ислам в Сибирском улузе. Соответственно, уже с середины XVI века мы видим, что вот эта ассоциация ясавия и чингизиды, Нагжбандия и тимуриды, она уже разрушается и на территории региона, и в том числе на территории проживания башкир, действуют, по всей видимости, оба этих тариката. Как складывались их отношения до конца неизвестно за отсутствием письменных источников, однако постепенно, с течением времени, по всей видимости, влияние Нагжбандия возрастало. В дальнейшем, уже когда фиксируется такая устойчивая письменная традиция тариката, она вся целиком нагжбандийская, но при этом Ахмад Ясавий и его произведения, произведения его учеников оставались очень влиятельными и очень знаковыми. То есть они переписывались, они читались устно, и авторитет шейха Ахмада Ясавий и его преемников, он был неоспорим. В XVIII веке в кругах мусульманских ученых Урала-Поволжья возникает идейное течение булгаризма, псевдоисторический концепт которого до сих пор бытует в массовом сознании. Центральным текстом булгарского мифа является работа некоего автора Хисам Аддина ибн Шараф Аддина аль-Муслими аль-Булгарии или наоборот Шараф Аддина ибн Хисам Аддина. Современные исследователи считают, что это мистификация, и личности такой на самом деле не было. Спорят о том, кем была написана эта работа, но сходится в том, что создана она была не ранее I-III XIX века. Хотя сама работа, сам текст работы заявляет, что она была написана в 1550 году по европейскому летоисчислению. Эта работа в течение всего XIX века и в начале XX века воспринималась некритично, то есть она рассматривалась как действительно аутентичной или хотя бы местами аутентичной, источник по истории региона. И в силу некритичного восприятия этой работы, содержащей известие об исламизации всего окружающего региона, всей окружающей местности, всех окружающих народов со стороны якобы пришедших в Булгар сподвижников пророка Мухаммада, на самом деле сам город Булгар на Средней Волге был основан значительно позднее времени жизни пророка. Миф о сахабах, сподвижниках пророка Мухаммада, якобы принесших ислам в Булгар, был развеян еще в XIX веке казанским богословом Шихабуддином Марджани, понимавшим, что Булгар возник значительно позже жизни пророка. Сам город, представлявший собой деревянную крепость, был сожжен монгольскими завоевателями. Несколько каменных строений, которые массовое сознание ошибочно связывает с булгарами, а то и со сподвижниками пророка Сахабами, относятся к эпохе Золотой Орды, то есть к уничтоженной Волжской Булгарии не имеют никакого отношения. Они были построены по приказу монгольских ханов зодчими из Армении. Последние оставили в память о себе надписи на некоторых объектах. Тем не менее, миф о Булгарии, как место, откуда ислам распространялся на окружающие земли, продолжает пережиточно бытовать в представлениях определенной категории населения. Этот историографический миф, транслируемый булгаристской историографией, был некритично воспринят и академической наукой. И в рамках этого историографического мифа объяснялись и вписывались в контекст региональной истории и обнаруженные и опубликованные уже в первой половине XX века сведения из записки о путешествии Ибн-Фадлана в Булгар. И исходя из этого же мифа рассматривалась и идеологизированная уже в советское время историография региона, согласно которой Булгар был неким таким прогрессивным, политическим, прогрессивным государственным образованием. А золотордынская история, наоборот, рассматривалась как некий шаг назад, как некий регресс, захват со стороны варваров и так далее. Он оказал влияние и на уже академическую советского и постсоветского времени историю региона. Возникновение булгарского мифа было следствием ресентимента мусульманского духовенства, возникшего в условиях религиозных гонений середины XVIII века. Развалены золотордынских строений, построенных строителями из-за Кавказья, породили в их воображении мираж идеального прошлого, золотого века местного ислама. Когда власти Российской империи поняли, что мусульманскому населению, исламу на подвластных территориях необходимо покровительствовать, а не враждовать с ним, и все эти события потребовали нового осмысления, потребовали нового понимания, новых каких-то концепций. И такой историографической концепцией, которая сменила чингизитскую историографию, которая отчасти сменила, а отчасти переплелась с родовой историографией отдельных башкирских кланов, стала концепция булгаризма, согласно которой все тюркские и мусульманские народы Урала-Поволжья, это и начиная от населения Касимова и Мещора на Западе, продолжая потомками ясашных чуваший казанских татар, и заканчивая, собственно, башкирами, все вот эти народы имеют духовную преемственность с исламом города Болгар. Булгаризм был такой объясняющей конструкцией, которая, во-первых, объясняла самим мусульманам Российской империи, мишарям, касимовским татарам, казанским татарам, башкирам, представителям других народов, почему они должны быть все вместе и в равной мере должны быть подданными российского императора. С другой стороны, она заявляла некую собственную мусульманскую субъектность этого региона по сравнению с другими регионами, с Крымом, Кавказом, со Средней Азией, то есть объявляла, что здесь есть мусульманская традиция, и она независима от всех остальных традиций, потому что идет непосредственно от сподвижников пророка Мухаммада. И, наконец, она же объясняла и то, как мусульмане оказались под властью Российской империи, под властью православного императора. Дело в том, что булгаристская историография, она полностью игнорировала и обходила молчанием чингизитский аспект этой истории, то есть, согласно ей, в Урал-Поволжье правили какие-то ханы, которые были неправедными, и праведный воитель Тимур, который на самом деле уничтожил высокую мусульманскую культуру, высокую мусульманскую цивилизацию Золотой Орды, совершенно правильно покарал их за нечестие, а потом передал власть непосредственно московским князьям, непосредственно русским правителям. И во всей этой историографической конструкции не было места чингизитам, зато имела место такой плавный переход власти, плавная трансляция власти от Тимура к московским и впоследствии российским правителям. То есть, эта концепция, родившаяся в рамках, выросшая, по всей видимости, в рамках суфийской историографии региона, решала сразу три болезненных вопроса, отвечала сразу на три болезненных и одновременно животрепещущих вопроса, стоявших перед мусульманской общиной того времени. Первый из этих вопросов – это на чем держится общность мусульманской традиции разных тюркских и мусульманских народов Урала-Поволжье. Ответ был, что на происхождение от Булгара, на чем держится отдельная от Среднеазиатской, Северокавказской, Османской и так далее мусульманская субъектность этого региона, на наследие тоже Булгара. И третий вопрос – как так получилось, что мусульмане оказались под властью не мусульманского правителя? Потому что предыдущие их правители были неправедными, Тимур их за это покарал, но передал свою власть московским правителям. Суфийская традиция башкирского народа оставила огромное наследие, ставшего результатом религиозной, литературной и общественно-политической деятельности множества выдающихся личностей. Здесь лишь затронем период начала XX века, чтобы понять, как отреагировала традиция на наступление модерна. Развитие башкирской литературы, башкирского национального сознания невозможно представить себе без таких деятелей, как Арифуллах Кииков, сын Мухаммада Али Чкури, и его современник Сафуан Ягшигулов. Опять же, в их творчестве мы снова... Арифуллах Кииков был суфийским шейхом, он был наставником Медресе, он активно писал публицистику, в частности, высказался в дискуссии о языке журнала Шура, о том, что тюркский язык, на котором он пишет, это и есть башкирский язык, чисто башкирский язык, тач-башхурча. Он же активно занимался историографией, хотя его историографический труд был издан только в начале XXI века, он же активно создавал, в частности, тексты для детей и может быть назван основоположником башкирской детской литературы. Сафуан Ягшигулов поэт-просветитель, но в его текстах мы четко видим отсылки и четко видим декларации того, что суфийская религиозная практика должна исполняться, потому что эта религиозная практика – это духовный стержень башкирского народа. Говоря о суфийской истории нашего региона, невозможно не упомянуть живших на территории Челябинской области представителей рода Курбангалиевых. Шейх Абдалхаким Чердаклы был представителем сельсилии Туркмани, то есть он был преемником преемника самого Нияскулихана Туркмани, и наиболее известный представитель этого рода – это Мухаммад Габдулхай Курбангалиев, который был лидером монархического крыла башкирского движения за национальную автономию. Шейх Зайнула Расулеф, который получил первоначально духовное посвящение под руководством Абдалхакима Чердаклы, а потом после хаджа и в ходе хаджа обновил свои суфийские заветы под руководством шейха Ахмада Зияуддина Аль-Гамюшханеви, проживавшего в Стамбуле, его деятельность трудно кратко охарактеризовать и трудно переоценить, потому что это было и духовное наставничество, счет количества его мюридов шел на десятки тысяч, это было религиозное просвещение, он основал, долгое время руководил, а потом передал руководство сыну Медресе Русулия в городе Троицке, которая была, с одной стороны, использовала новые педагогические методики, использовала новую систему организации образования, с другой стороны, прививала традиционные для региона духовные ценности, то есть не порывала с религиозной традицией, которая складывалась здесь на протяжении веков. Он был и теоретиком суфийского пути и создал ряд трактатов, в которых разъяснял трудные моменты мусульманского вероучения и мусульманской мистической практики. И один из его трактатов, кстати, содержит, является одним из первых в регионе образцов высокоинтеллектуальной полемики против ваххабитов. Мюридом шейха Зайнуллы Расулева был историк и богослов Мурат Рамзи, который был автором перевода с персидского языка на арабский собрания послания великого суфийского шейха 17 века Ахмада Серхинди. Мухаммад Мурат Рамзи Аль-Мензелеви, родившийся в 1854 году, ушедший из жизни в 1934, это одна из наиболее значимых и при этом наименее оцененных по достоинству фигур не только нашей региональной истории, но и в целом интеллектуальной истории мусульманского мира вообще. Он был представителем западных башкир, представителем клана Байлар. Он родился в Мензелинском уезде, в селе Аль-Мет-Мулла. Мухаммад Мурат Рамзи Аль-Мензелеви составил на арабском языке труд Талфик Аль-Ахбар в Казан в Булгар в Мулюхат Татар «Нанизывание сведений о событиях в Казани, Булгарии и о татарских царях», в которой попытался выстроить концепцию общей тюркской истории. Труд этот отчасти воплощает и отчасти реализует слова его старшего современника Мухаммад Салима Умедбаева о том, что у каждого народа должен быть свой Карамзин. И этот труд являлся первой попыткой собственно историографии в современном, в модерном понимании этого слова, историографии региона и связанного концептуального изложения прошлого народов региона в связи с их будущим. И этот труд очень сильно, по словам Ахмедзаки Валиди Тагана, повлиял на его становление как ученого. И по масштабам личности, по масштабам сделанного, это совершенно неоцененный деятель, потому что для региона, для нашего, это просто историограф и муарих, историописатель, но для мусульманского мира он сделал очень много, потому что наследие Ахмада Серхинди до сих пор изучается и осмысливается прежде всего в рамках его арабских переводов, потому что далеко не все современные исламоведы и мусульманские мыслители являются персофонами. То есть это человек, талант которого, компетенции которого позволили ему подняться до уровня Ахмада Серхинди, это ключевой деятель мусульманской культуры нового времени, и смочь адекватно его проинтерпретировать и популяризовать. На примере суфизма у Башкир мы видим, что Тасауф, мистика-эзотерическое учение в исламе, мистика-философское учение в исламе, на самом деле играет очень серьезную интегрирующую роль, потому что именно в рамках этого учения находят свое и практическое выражение, и синтез, и высокие религиозные идеи, и социальная, бытовая, и даже политическая практики. То есть суфийские шейхи становились и политическими руководителями, и интеллектуальными выразителями чаяния мусульманских народов и мусульманских обществ. Субтитры создавал DimaTorzok